Я всех приветствую на своем канале инфам и с вами Елена. Было очень много видео покупок осени у других девочек, я на самом деле мало что вообще покупала, поэтому я решила сделать видео больше ищем модные вещи в шкафу. Я из того типа, которые вообще сложно расстаются с вещами, то есть у меня вещи они служат мне годами, долгое время и к тому же я очень привязываюсь к своим вещам, то есть мне тяжело вообще с многими расстаться, потому что наверное из-за первого этого, потому что они сопровождали в какой-то период времени или довольно долгий период времени. В общем-то у меня совершенно другие понятия к вещам, я думаю, что у каждого человека свои, поэтому у меня, это правда, что у меня в шкафу очень много вещей из-за того, как раз из-за того, что я с ними не расстаюсь, но зато знаете как, мода она всегда каким-то образом возвращается и еще хочу сказать, что я не из тех людей, которые просто слепо следуют в моде, если вот какой-то вот предмет вот он моден, то обязательно его ношу. Если мне какие-то стили не подходят или они мне не нравятся, я их либо вообще не буду носить, либо я буду носить, но как-то вот обворачивая или делая на свой лад. На мой взгляд, вообще мода дана для того, чтобы соединять свой вкус с тем, что модно и вот делать какие-то такие образы, которые вы точно знаете, это ваш стиль, это вы, вы чувствуете себя комфортно и люди, они, когда на вас смотрят, они узнают, например, я недавно приходила в платье одном на работу и моя сотрудница мне сказала, говорит, ой, как красиво, говорит, это для меня платье Лена, то есть у вас уже какой-то, наверное, все-таки стиль состоялся. Ну что ж, вот такое вот было предисловие, начнем. В этом году очень модна клетка и больше она, наверное, все-таки мода в том, что это клетка Тарта, шотландка, но, если честно, мне это не идет, не подходит и мне очень нравится. Я считаю, что вообще, так как это очень большой контраст между вот этими какими-то цветами красного, черного и как-то, не знаю, я лично не большая поклонница, во всяком случае, на себе, потому что мне это, если честно, меня это убивает. Поэтому у меня совершенно другая клетка, сейчас хочу вам показать. Начну я, наверное, еще с такого жакета, который я носила ранее осенью и еще полторы-две недели назад, потому что у нас было бабье лето. Это вот такой вот жакет, он очень яркий, красочный, ему очень много лет, вы не поверите, но его даже носила моя тетя, которая сейчас, наверное, улыбнется. Затем его носила я еще совсем в каком-то юношком возрасте и ношу его до сих пор. Как видите, качество очень хорошее, потому что краски они до сих пор остались такими сочными. И это довольно длинный жакет, который я обычно комбинирую с такими вот джинсами. Многие назовут это мятным цветом, или я не знаю, я лично вот они такие. Вот, я их, кстати, купила на скидках в летнее время, и я с удовольствием ношу. Вот эти вот две вещи, они очень хорошо сочетаются, и с ним я обычно как раз носила вот эти вот туфли, которые я показывала, что я тоже купила на скидках еще летом, вот эти вот ярко-сочные зеленые туфли. Вот так вот я, в общем-то, довольно часто появлялась на работе, потому что это выглядит очень ярко, красочно, для графического дизайнера, это как-то даже вот такой вот некий стиль, я графический дизайнер. Кстати, вот эти вот джинсы, они даже попадут в тот тренд, как пастельные тона. Я тоже очень люблю осенью носить всевозможные пастельные тона, потому что это немножко освежает ваш образ. Например, как сегодня у меня такая вот пастельного цвета блузка, поэтому все-таки такие нюансы в моем гардюре тоже присутствуют. Следующие, ну, наверное, покажу вам еще брюки, которые тоже такие вот, клетку мелкую. Это брюки, которые облегают полностью, то есть, как некие брюки с киньей, весь это серый-черный с красным. И ношу я обычно эти брюки либо с какими-нибудь брутальными такими сапогами, я могу, если это ранняя осень, еще с туфлями их носить. Например, я очень часто носила с вот этими вот туфлями. В прошлом году я вам показывала и купила тоже на скидке, они будут геокс, они просто прекрасно, кстати, сочетаются с этими брюками и не только. И поэтому, да, еще вот эти брюки. И эти брюки я ношу как осенью, даже и зимой, с очень таким грубо вязаным длинным свитером, потому что мне заменяет это леггинсов. У меня, я практически не ношу леггинсов. Это тоже мой вкус, скажем. И вот эти вот брюки заменяют нити леггинсы. И я люблю вот такие широкие вещи. Я попросить вместе с этими брюками. Смотрится очень даже красиво. Клетку у меня вот одна вот такая вот юбка. Она из плащевой ткани. Я комбинирую эту клетку с красными вещами, потому что, на мой взгляд, вот такой вот что-то, что реабилит как черно-лелая, подходит очень хорошо с красным. Вот. И длина ты ищет. То есть, вот такая вот юбка. Насчет верхней одежды, помимо этого жакета, я носила еще френч-клетку, которая у меня тоже уже очень-очень давно. Вот так он выглядит. Мне нравится здесь, что он темно-коричневый с синими, тоненькими линиями и подчеркнут это так же синими такими пуговицами. У меня в запасе также были пуговицы кремового цвета, но я считаю, что он как раз прикол этого трейча в вот этих вот синих линиях. Мне нравятся вот эти вот синие пуговки, поэтому я, конечно, так и ношу. Здесь у меня вот такой вот поясок. Я, кстати, выкладывала фото в инстаграме. У меня было платье сверху как раз вот этот трейч. Очень я его люблю, как я говорю, что ему тоже очень много лет. Как видите, он хорошо сохранился. То есть все-таки я люблю, когда вещи хорошего качества, и я ношу их долго, потому что я все-таки, как я говорю, я привязана к вещам, но потом я вот грущу по некоторым, которые уже, допустим, у меня уже два года, совершенно очень старые, и такого уж я типа человек, поэтому я надеюсь, что этот трейч подслужит мне еще не один год. В этом году очень модно какие-то кожаные джинсы, прорезиненные джинсы, покрытые воском. Если честно, полностью покрытые вот воском джинсы, это не мое, мне не нравится. Поэтому у меня есть в кардеробе такие вот черные джинсы, которые просто покрыты воском, только элементы. То есть вот у меня здесь верхняя часть покрыта воском, это швы по бокам, и это совсем не дно. То есть здесь какие-то элементы, но в то же время это не полностью.